Клуб единоборств РОД стал обладателем премии губернатора Наши Подмосковья. При открытии спортивного центра тренеры взяли на себя социальное обязательство. Все занятия для детей проводят абсолютно бесплатно. С теми, кто дает подрастающему поколению больше, чем просто физподготовку, пообщалась Анна Троян. Ко мне иногда пристают ребята, которые вообще ничего не занимаются, просто так на меня напрыгивают и все. Ребят по пять, я просто отталкиваю их легонько. Проблему кулаками не решить. Эту простую истину прививают всем воспитанникам клуба РОД. Крепнет физически и духовно Никита Шабловский с самого раннего детства. Спорт дисциплинировал мальчика, помог обрести силу воли и цель в жизни – стать чемпионом. За руку тяни его. Вот здесь тоже тяни. И если Никита только начал завоевывать свои первые награды, то его тренер Павел Исаев в бразильском джиу-джитсу как рыба в воде. Сам в спорте со школы начал с рукопашного боя. После завоеванных наград на международной арене не остановился на достигнутом. Начал передавать свои знания ученикам. Мне нравится учить людей. Очень рад, когда выступают ученики на соревнованиях и у них что-то получается. Маленькие спортсмены учатся выигрывать, учатся проигрывать. Мне кажется, это хороший такой психологический момент. Качество лидера развивается в спорте. Для взрослых это держать себя в форме. Это не скучный фитнес. Опытные сенсии для юных спортсменов становятся наставниками на добровольной основе. Тренировки в клубе РОД для детей от 8 до 14 лет идут ежедневно и они абсолютно бесплатны. Благодаря объединенным усилиям межрегиональной организации «Опора», люберецкой власти и спортсменам, бразильским джиу-джитсу и восточным единоборством, муай-тай теперь занимаются почти 200 ребят. Спорт их дисциплинирует. Они становятся, так скажем, меньше болтаться по улице, больше стремятся попасть в зал. Формируются здесь коллективы и друзей приобретают и так далее. То есть такой некий уже социум появляется детский, в котором они взращиваются. Им гораздо здесь интереснее даже проводить время, нежели дома перед экраном телевизора. В 2019 году клуб смешанных единоборств впервые заявил о своей социальной инициативе на премии губернатора нашей Подмосковья. И доброе начало сразу оценили по достоинству. Проект победил. На полученные 180 тысяч тренеры дооснастят помещение зала и оборудуют летнюю площадку для кроссфита. Возможность выступать сегодня, присутствовать точнее здесь. Большая честь. Это заслуга тренерского состава, нашего руководства, всех тех людей, которые с нами сопереживали, из года в год шли бок о бок. Это общая победа, это для нас много значит, значит, это нас признали. Мы молодцы. Клуб «Рот» имеет богатую историю. Попечитель центра, русский витязь Александр Поветкин. Спортсмены уверяют, научиться побеждать себя можно начать в любом возрасте. Три сотни взрослых воспитанников, от любителей до профессионалов, занимаются здесь смешанными единоборствами. Кикбоксингом, боксом, гремплингом, муай-тай и бразильским джиу-джитсу. Анна Троян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.